Йоу, привет друзья, с вами как всегда Аликс Гейм. И в этом ролике ты узнаешь про новую колду Холодная Война, новый батл рояль, который будет в новой колде, а также изменения и обновления в Warzone. Пожалуй начну с того, что в Кулд Вар сделают некий батл рояль. По типу 40 человек на катке и в каждой команде по 4. Цель игры пока что точно не ясна, но скорее всего это будет по типу положи бомбу или обезвредь бомбу. Ранее такое видели в батл роялях, таких как CSGO, Valorant и прочее. Конечно при стоимости Кулд Вар 2800 рублей даже не знаю, батл рояль как по мне должен быть бесплатным. При этом Warzone останется и его разработчики будут поддерживать дальше. Более того, чтобы долго не растягивать, видишь этот темный внешний вид Warzone. Да, ты правильно думаешь, в Warzone появится ночь. 20 октября во вторник появится хэллоуинский ивент. Теперь можно будет играть ночью и это просто шикарно. Но подожди, это еще не все. Также добавят элементы хоррора туда. Ну не совсем хоррора, а таких персонажей из своих любимых страшных фильмов. Точнее их образы. Например, с фильма Пила и да, велосипед прилагается. Скилл Кожаное лицо из фильма Техасская резня бензопилой. В общем, контент и играбельность нужно отдать должное разработчики поддерживают на уровне. Все вы уже знаете, более печальные новости, что разработчики иногда нерфят оружие. Так вот, Origin Дробовик это ощутил на себе. А также снайпа SPR 208. Помимо всего прочего, в игру был добавлен новый дробовик Jack 12. Кстати, полностью автоматически. Также улучшена оптимизация Warzone для ПК. Я этого не ощутил, но у кого компьютеры слабенькие, это ощутили неплохо. Так, с 37 фпс до 58, а с 61 фпс до 83. Спасибо разработчикам Warzone. А теперь напоследок, мое любимое оружие Warzone. Да, это банально, я знаю. ASVAL, вот она моя сборка, смотрите. А с вами был, как всегда, AlexGame. Не забывай прожать лайк. Всем спасибо, добра и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok